Всем привет! Добро пожаловать на новый влог. У нас дневной сон, дети спят, а я буду сейчас готовить ужин. Сегодня у нас такой будет на самом деле для меня насыщенный день, мне надо очень много чего успеть. Завтра нас позвали на передачу на телеканале Доктор. Передача будет про ортопедию. И мы со старшим сыном, с Кирюхой, завтра пойдем на телевидение. Мне прислали параметры, по которым я должна выбрать свой образ. Плюс сказали лучше сделать самой макияж и прическу, так как там будет гример, но времени будет может быть недостаточно и скорее он просто поможет подправить все. Ну посмотрим, как это все будет происходить. Переодеться не короткое платье, не в полоску, не в мелкий горох, мелкий принт, туфли, кеды или балетки, ребенка переодеть и переобуть в студии. За сегодня мне нужно подобрать наряд, это конечно проблематично, очень тяжело это все происходит. Сегодня мы пойдем в торговый центр, надо будет Кирюху подстричь. Может быть мне нужно будет купить платье для фотосессии. У нас в субботу будет новогодняя фотосессия, как и в прошлом году, только нас уже теперь четверо. Детям я уже подобрала, что одеть, а себе мне нужно что-то купить. Но это же платье я буду одевать, наверное, на Новый год. Давно я не снималась именно вот в таком формате. Не в формате своего канала и сама себя, а именно на телевидении. И конечно я уже от этого отвыкла и немножечко волнуюсь, хотя я думаю, что волноваться. Я сегодня буду готовить грудки в сметане. Все очень просто. Мою грудки, нарезаю на средние кусочки, даже может быть чуть больше, чем средние. Немножечко обжариваю их на оливковом масле и потом добавляю сметану. Это все тушу до готовности. Насчет гарнира я еще не думала. Клава, скажи всем привет! Меня так все похвалили и сказали, что я такой красивый кот. Вот такая супермодная, даже с подсветкой. Вот такая. А Тимофей тут сидит, маленький мой. Тебе еще нечего стричь, да? Вон такой маленький чубчик. Мы завезли Тимофея и теперь садимся в машину и едем. И сестра моя со мной не поедет, она только ночью была на стенде. Она спит, и я решила ее не видеть. Честно говоря, одна боюсь с Кириллом туда идти. И надеюсь, что будет возможность влогу поснимать. Вот мы уже едем. Надеюсь, что не опоздаем. Написано, что нам еще 19 минут ехать. Но время 19.9.22. Нам надо быть 10.30. Надеюсь, что и парковку найдем. Как дела? Вообще, конечно, от моей мамы намного быстрее ехать до центра, чем от нас. И мы относительно даже не встали ни в какую пробку. Не попали. Здорово. Ну что, мы подъехали на полчаса раньше. Созвонилась с девушкой. Она сказала, что еще пока рановато. Но мы можем пойти взять пока в бюро пропусков пропуск. И, наверное, мы так и сделаем. Парковка пипец дорогая. 2 часа 400 рублей. И придется потом опять доплачивать. Потому что мы явно тут не 2 часа будем, а дольше. Все, собираемся, идем, сына. Да! Сниматься на телевидении. Как ты говоришь, ура! Все, собираемся, идем. Вот в это здание. Кирилл, скажи всем привет-то, кстати. Привет. Ты чего? Пойдем, не бойся. Сидим с Кирюхой, ждем пропуск. Вот так вот раньше приезжают. Приходится сидеть и ждать. Да, Кирилл играет в игру, где надо мыть машинки. Вот. Полицейскую машину моют. Вот такая переборка здесь. А, губы я съела уже с утра. Ну что, мы на месте, ждем, пока начнется эфир. Кирилла переодела. Меня вот чуть-чуть подправили. Мы с Кириллом сейчас в комнате ожидания, в гостевой, так называемой. Здесь вот вещи можно оставить. Вот там вот куля с водой. Кирилл вилочки, конфуточки и все остальное пытается. Я хотела чай попить, но с Кириллом это невозможно. Вообще он себя очень плохо ведет. Вообще никого не стесняется, капризничает, падает на пол. Хотя мы с ним договаривались с утра, что он будет себя хорошо вести. Но что-то не очень, он хорошо себя ведет. Накрутилась я сама. Одета я вот так, ничего особенного. У меня для таких случаев, оказывается, ничего нет. Так что не ругайтесь, а то вы любите меня ругать за то, что я плохо одеваюсь. Я это не спорю. Вот такой у меня образ и туфли. А Кирилл просто взяла белую рубашку, но мне сказали, что в принципе ребенок может быть в чем угодно. Я ему решила просто новую футболку одеть с джинсами. Вот. Я не буду трогать, а ты потеряешь. Все. Все. Все, не трогай, а то потеряешь. Кирилл уже здесь вообще все, что мог, успел поделать. Я взрослый. Я взрослый. Кирилл, тебе что только что сказала тетя? Пусть наведет порядок, игрушечки соберете в кучку. Вот эти? Да. Да. Вот они там уже в кучке. А я не знаю, где забрали. Не, пока не правда, что я тебе скажу. А вы показали мне? А вы показали? Да. Нет, не Андрей Красный. Слушай, а там твои фиксики вон показываются. Да. Мими-мишки. Саша, есть. А вы еще, мы поговорим сами, а вы еще есть. С Кириллом заходим в студию. Кирилл первый раз на студии находит. Пойдем, пойдем. Да. Пойдем. Да нет тут никакого Путина. Что ты говоришь-то? Пойдем. Сейчас зайдем с доктором, будем общаться. Домик там, да. Молодец. Сейчас мы пойдем, нам скажут, мы пойдем. Бабах! Биби! 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 А у нас в студии наши гости Полина с сыном Кириллом. Бабах! Биби! Добрый день, Полина и Кирилл. Здравствуйте. Расскажите, на что жалуются? Вы знаете, мне кажется, что у меня у ребенка проблемы с походкой. В последний раз нам порекомендовали ботинки с легкой ортопедией. И вот в магазине посоветовали взять вот эти. В принципе, они мне внушают доверие, потому что они такие плотные. Но так как я не специалист, я не знаю, по каким критериям нужно выбирать такие ботинки. А как вам кажется, ребенку удобно ходить в такого город? Ну, по крайней мере, привыкания не было к ним. То есть с первого дня он пошел в них достаточно хорошо. Походу, не было каких-то изменений. Все хорошо. Спасибо большое. И, как я убедился при осмотре, у ребенка нет никакой ортопедической патологии. У него совершенно здоровый стоп. Ему не нужна ортопедическая обувь. Просто удобная обувь на прогулку. Спасибо, Арнольд Геопольевич, за ваши бесценные советы. Ну все, мы отстрелялись. Надеюсь, там еще памяти осталось на камере. Да, Кирилл, конечно, себя очень странно вел. Но я вам, кстати, все, в принципе, записала, вроде как, на видео. Так что все, мы быстрее едем домой. Кирилл побывал на России сегодня, я тоже. Все, Кирилл, пойдем домой. Пойдем, сыночек. Выход написано вот здесь. Смотрите, Кирилл вырубился вообще. Ну все, мы едем домой. Надеюсь, вам понравится этот влог. Ну, кстати, у меня сестра сейчас опять сделала брови. Вот, смотрите. Но это не оконченный вариант, потому что Настя сказала, что они, перестанут, когда быть красные, будут получше. Короче, вот так. И мы сейчас потихонечку уже будем собираться домой. Представляете, машинка у нас немножко сломалась. Перестала нагревать воду. Раньше она не растворяла порошок, но нагревался хотя бы лючок. Ну, можно было потрогать, посмотреть, что вода нагревается. И белье было теплое. А в последнее время вообще. Белье не отстирывается, не от гели, не от чего, короче. И вот, выяснилось почему. Просто посмотрите на этот ужас. Кошмар. Но сегодня все поменяли. Я уже все проверила, машинка греет. Мужчина отодвинул ее. Я сама ее боялась отодвигать, потому что я боялась, что я что-нибудь там вырву. А мужу я что-то забывала сказать. Он ее сегодня отодвинул, и я там за ней все помыла. Над ней все помыла. Короче, я такая довольная. Буду загружать стирку. И вот это удовольствие. Еще там фильтр он поменял. О, посмотрите, какая накид. Стоила 4,5 тысячи рублей. У нас машинка Siemens. Я его спросила, вы в машинках разбираетесь в плане, там, какая хорошая, какая не очень. Он говорит, ну да. Я его спросила, вот мне нравится машинка Samsung, которая AdWash. Стоит ли ее покупать? Он сказал, что в принципе она хорошая, но намного лучше это Bosch и Siemens. То есть он сказал, что у нас очень хорошая машинка. Сейчас она стоит тысяч тридцать. Плюс у нас еще здесь стоит защита от протекания. Вот, может быть, кому-то эта информация пригодится. Все, на этом буду влог заканчивать. Большое спасибо за просмотр. И до новых моих видео. Всем пока.